Привет, сосед 2 Короче, я тут порыскал в стиме, и оказалось, что встречается это многим полюбившееся пернатое чудовище не только во второй части Hello Neighbor, а еще и в спин-оффе под названием «Привет, гость», находящемся как бы на стыке двух игр, вот между. В нем по сюжету нам необходимо играть за сторожа заброшенного парка развлечений, куда Каркарыч нагнал бунтарей, ломающих киоски. Мне не то, что было бы, жалко киоски, пусть сломают. Но вы же сами знаете, что бунты, еще за времен фростпанка, ни к чему хорошему не приводили. Поэтому сейчас будем наводить порядок по методичке. Так где она там у меня валялась? Куда я ее положил? Ладно, у нас на самом деле тут другая ситуация, патовая, потому что мы с вами в 2021 году можем играть только за двоих. За мужчину и за женщину. Мужик выглядит так, как будто он этих детей и воровал в прошлой части, а женщина, она у нас с подбитым глазом, то есть ход королевы не туда был сделан, и загадка с вилкой не была решена, ну ладно. Предлагаю за нее и сыграть. Извините, всегда хотел стать королевой. Заводись, колымага ссаная. Поехали. Что у нас там за дела происходят в Голден Эппл, я не поняла. Кто у нас там киоски переворачивает? Сейчас разберемся. Куда это выкинуть? Сейчас найдем, не сыте. Ля, опять какая-то херь происходит. И вороны, ля, ненавижу этих тупых птиц. Вообще вороны умные, насколько я помню. Возможно, даже умнее, чем я. Кшу пошла отсюда! Вот, так-то лучше. Мы с вами ступаем на запретную территорию, дамы и господа. Назад пути уже не будет. Кто боится, оставайтесь здесь. Хотя, знаете, я тут подумал, я думал, по-моему, утюг не выключил. Я сейчас. А, ну, справедливо я считаю. Ля, ну эту карту как будто я в третьем классе рисовал. Ей-богу, сейчас заблудимся, нос разобьем. Слушайте, а не зря я видеокарту-то за 100 тысяч покупал. Посмотрите, какие здесь RTX-лучи. Вот 100% этого б не было на обычной видеокарте. Добро пожаловать в Воронеж. Парк Голден Эппл. Там уже вон Каркарыч начинает бегать. Кто-то в комментах под прошлой серией пошутил, что, типа, все действие в Воронеже происходит, потому что мы убегаем от вороны. Я считаю, это достойная шутка, поэтому я ее ворую и вставляю в этот ролик, хорошо? Типа, это я ее сказал. Ну, посмейтесь, ну, пожалуйста, в комментариях. Только в этой игре все поломано. Почему-то он от меня убегает, а не бегает за мной. Странно, что мне предоставили какую-то будку, я не знаю, вместо нормального дома. Я не хочу в этой конуре жить, честно. Да-да, лог, королева на связи, че надо? Продавай нахуй этот алюминий, слышишь? Продавай быстрее. Не, ну попасть на вершину горы, это только на первый взгляд простое задание, потому что если туда банально нельзя залететь на огнетушители, как в прошлой части, то мы тупо обречены. Мы никогда туда не попадем. Сейчас я вам покажу магию вне Хогвартса, летание на огнетушители. Вы нигде такого не увидите. Тупо... Ебать, а клоун. Тут даже текстурки забыли наложить все в клеточку какую-то белосерую. Оплата за смену 600. Оплата лечения минус 250. Ущерб от вандалов минус 600. Прогул 0. Охуеть тут налоги, блин, в Ебенграде намного меньше. Короче, здесь нельзя на огнетушители летать, только маленькие рокет-джампы совершать. Так, значит, смотрите, у нас есть фуникулер. Он идет куда-то вон туда. Так, Каркарыч какой-то ебнутый совсем сегодня. Понимаешь, что у него фисташка вместо головы, но тем не менее все равно он должен себя нормально вести. А кто это у нас тут? А бунтари откуда ни возьмись появились. Ой. Картина маслом. Вандалы лезут через границу, но я последним указом отменил стену, и теперь они лезут через невидимый забор. Красота. Карыч тоже хочет перелезть, но он тупой. Я их напугал, и они обратно лезут. Твари вы суки. А. Карыч все-таки меня поймал, понимаю. У нас на винтаре теперь есть часы, показывающие, сколько осталось до конца смены, и уровень пива в крови. Пока что мы заполнены только наполовину. В теории, в теории, мы с вами можем ловить их еще на подходе, и тогда они не будут ничего... Каркары! Это не Каркары, что-то Калкалыш отстанет от меня, у меня из-за тебя уровень крови в пиве увеличивается. Что они с этим дитем кукурузы сделали? Он раньше просто сталкерил, а теперь он носится, как угорелый, убивает. А ну стой, зараза, все равно догоню! А, ну мы с ним объединялись любезностями, то есть сначала я на него, потом он на меня, и девочка в конце концов не выдержала. Ну что тут остается сделать? Меняем персонажа! Не, ну с такими-то усиками все шансы на победу есть, я не понимаю, сколько ему лет, что-то среднее между 12 и 40. Еще он на кого-то учителя по ОБЖ похож. ОБЖ. Ага. Ёпта, ну и технологии у него! Я так же делал в детстве, это почему-то не работало. Кто не понимает, что происходит, здесь гигантская статуя Калкалыча на горе, и она почему-то разваливается. Статуя тирана пала. Ну вот коктейль Молотова приехали. Мирный бунт перерастает в факельное шествие. Этот вафел с клювом, он не сидел сложа лапки с последнего видоса, но он собирал армию бунтарей, и теперь они приходят и херачат парк. А бунтари, конечно же, времени зря не теряют, как я посмотрю, да? Они, сука, спустились с гор и ломают киоски. А ну пошли отсюда, вандалы проклятые бунтари, чертовы, будьте вы прокляты, трахать вас и ваш фотоальбом. 30 секунд засекаю, чтоб не было вас здесь. Мне интересно, какова мотивация данных злодеев, то есть они стоят хихикают, и зачем они ломают? Для чего? Во имя кого? Каркарыча? Это он вас подослал, да? Их еще хрен сдуешь отсюда. Нормально. Так скорее меня так сдуют. Граждане, вы собрались на несанкционированный бунт. Просьба всех разойтись. Нахождение на территории парка в нерабочее время строго запрещено. Вот как думаете, сколько Каркарыч заплатил каждому из них, что они собрались здесь на бунт, а? Ааа, когда эта смена уже закончится, сколько ж можно-то? Здесь, кстати, есть еще освещенный домик, но путь туда, естественно, закрыт. Но мы можем схитрить и перелететь на огнетушители. Классно я придумал, да? Ну просто гений. Бля, тут тоже закрыто. Я был готов к такому. Я был готов к такому. Ладно. Можно сгонять к фуникулеру, еще посмотреть, что там. Может, есть какие-то предметы. Все равно мы от вандалов не можем защищаться. Ну, несколько дверей, как в Форде Боярде. А что-то мне кажется, что они это, ну, немножко закрыты, да? Ну, отсюда я не пролезаю, извините. Так, тут какая-то хрень блокирует, его можно собрать. Коробка с молнией. Не влезай, дурак, убьет. Ну, я и не собирался вообще. Эй, детишки-бунтари, посмотрите, что я нашел. Это ж генератор! Вы где такое чудо еще увидите? Он даже не на угле работает! Уголь можно себе оставить. Ну, пожалуйста, прекратите бунт. Я не знаю, что с ними делать. Они, сука, бунтуют, блядь. Капитана, да, вот. На слез. Интересно, когда у тебя наручные часы есть, заебись с собой, будильник таскать, как долбоеб. Ну, слушайте, а урона-то от ущербных вандалов не так уж и много. Может, просто внимания на них не надо обращать? Не, ну нормально тут в местном магазине веревки, огнетушители, водомет еще нужно, в общем, купить, какой-нибудь шланг, и бунты будут разгоняться сами собой. Да? Криминальный элемент общества. Я подозреваю, что здесь может быть что-то вроде судной ночи. То есть раз в год люди выходят и делают, что хотят. Только здесь почему-то эта ночь каждый день длится, ну ладно. А в этом местном аналоге Икеи есть, интересно, какие-то бонусные товары? Ну, типа там, берешь огнемет, тебе дают в подарок огнетушитель. Два пива по цене одного и так далее. Пошли отсюда, у нас еще много работ с вами. Игра только началась. Проблема всех тех привет соседов в том, что здесь без гайдов практически нереально играть. Ты заходишь в игру и начинается художественный фильм спиздили. Квестовые шмотки раскиданы хрен знает где и ходи их ищи самостоятельно. Вот кто может подумать, что над этой хижиной есть пристройка, в которую можно попасть и в которой есть куча предметов. Ну вот я, например, сам бы никогда не догадался, я вам честно скажу. И все люди, мне кажется, из-за этого просто дропают соседов, потому что им банально лень разбираться и все это искать. Они такие, о, сложно, до свидания. А тут-то на самом деле нужно гайдики почитать. Ну и теории по ФНАФу неплохо было бы. Там скоро новая часть выходит, надо это вклиниваться в сюжет. Каркарыч пытается пугать, но, к сожалению, у него в этом Хеллоу Гэсте просто омерзительный искусственный интеллект. То есть, если в той части Привет, сосед 2, которую я записывал, там была самообучающаяся какая-то хреновина, то здесь оно просто не учится, а тупит. Так, у меня уровень крови в пиве повысился. Бахнули бутылочку, все нормально, устаканилось. Так, ключ открывает калитку. Мы будем с вами играть честным путем, потому что все эти полеты на огнетушителях оказались нерезультативны. Окей, пройдем как надо. Ну и, естественно, этот ключ от всех дверей открывает и эту дверь. Ну и, естественно, за ней ничего пока нет, потому что тут все скрыто. Есть зато каркарыч. Симулятор воронофобии. Как, у кто-нибудь вообще его боится? Оп, сальто через каркарыча. По идее, он боится света. Так, по крайней мере, написано в антикаркарычевых гайдах. Может быть, он просто боится поджариться, как индейка или типа того. Я не знаю, сколько здесь мощный прожектор. Сейчас мы это проверим. Мда. Это, конечно, не испепеляющий луч звезды смерти, но это... Это... Это фонарь, хорошо. Не-не-не-не-не, карыч! Да, блядь, от него вообще убежать невозможно. Что за скорость? Он бьет по печени сильнее, чем этот чай, который главгерой пьет. Я не понимаю, зачем здесь эти веревки. То ли, чтобы этих уродов связывать, то ли, чтобы самому повеситься из-за нити. Я тут больше других выходов не вижу. Вообще, выход есть. Нам нужно взять штекеры, нам нужно взять экран, и нам нужно взять заправку для генератора на всякий случай. Этим же ключом, как ни странно, отпираются и двери, которые находятся в фуникулёре. Это ж нужно такое придумать. Что у нас за первой дверью? Фуникулёр. Блин, я свет не взял. А, Каркарыч, уже тут как тут. Слышишь, гнида, иди отсюда. Тебе здесь не радо, уйди. Он из-за угла выглядывает, этот терминатор учится. Закрыто. Заперто, блядь. Ты можешь меня сколько угодно караулить, у меня инстинкт автосохранения полностью не работает. Я тебя не боюсь. У тебя даже маленькие дети не боятся. Каркарыч, иди, блядь, на работу устройся, я не знаю. Хватит бегать за мной. Короче, в этом фуникулёре была какая-то загадка, тут типа есть кнопочки, вопрос где на размышления 30 секунд, и в теории мы куда-то должны были ехать на нём, возможно на ту самую гору. Но потом разработчики это порезали и вообще забросили. У нас остались просто летающие кнопки, какие-то горящие лампочки непонятные, и типа всё, здесь ничего больше нет. Он меня за стеной караулит, ты смотри, чё делает, гадость, а? Мне кажется, у него есть что-то типа шкалы какой-то рейджа, которая постепенно копится, и чем больше вот она копится, тем сильнее начинает преследовать игрока. Это 100%, потому что вначале ты сам за ним бегаешь, а он такой не-не-не, я не с тобой. Потом он за тобой резко разворачивается и такой кто нахуй, хэппи вульф, на тебе слева и на тебе справа и всё. Ещё он, как вы могли заметить, начинает квестовые объекты сторожить. То есть раньше он сюда не забегал, а теперь он здесь как дома себя чувствует. Ух, как интересно-то чем это всё закончится, а? Отлично закончилось, просто замечательно. Благо здесь не надо каждый раз заново начинать, вот за это реально спасибо. Даже игру сейвить не нужно. Давайте ещё раз в магазин напоследок сгоняем, взотаримся пив... чаем с ромашкой. Он типа успокаивает и поехали. Ммм, коктейль Молотова покупает, слышите эту заразу. Вряд ли я похож на человека, который проходит игры, судя по тому, что я 99% в видосах так на одной серии оставил, но почему-то вот с соседочем получается всегда как-то интересно и долго. Нас интересует только вот это вот вытянутое красное здание, нас не интересует Каркарыч, не интересуют вандалы, пропади этот парк развлечений пропадом, пусть пинают киоски. Мы занимаемся только делом, запомнили. Свет нас будет защищать от этого порождения Мордора, может, конечно, Карыч не похож на орка, но в душе он им является, поверьте. Не, эта хрень, она шумная, не могу с ней рассказывать, меня уши закладывает. В общем, эта коробка, которую мы уже давным-давно нашли со шрамом Гарри Поттера, она является, как вы помните, генератором. Этот генератор является сердцем и ключом, и всего-то нужно от этого генератора шлангами запитать вот этот вот щиток. Когда три шланга есть, запускаем шарманку, и сейчас будет происходить самая настоящая магия. Во, контент! Лампочки показывают, какой конкретно из рубильников на данный момент нужно дергать. Он показывает один. Теперь два. Теперь три. Ну и четыре, ну, да, это выглядит как-то смешно, но, блин, тут каждый раз разная комбинация, по идее. Не может быть все так просто. Теперь у нас открылась вот эта дверь, за которой находится люк. Но мы туда не можем, к сожалению, залететь, потому что нет огнетушителя, а Каркарыч тем временем пришел караулить и проверять, все ли здесь нормально. Все нормально, дружище, не лезь. Слушай, клювожопый, ты если собираешься генератор своровать, ты сразу скажи, я просто в магаз сгоняю, парочку новых закуплю, я не собираюсь с тобой драться или типа как-то там в конфликт вступать. Я понимаю, что ты самообучающийся искусственный интеллект и походу учился он реально у меня, потому что я пол игры тупил, бегал туда-обратно и теперь Каркарыч пытается это повторить, бле, о боже. Так, Карыч, погоди, не до тебя сейчас. У нас вот эти дебилочи ухитрились пожар устроить, я же говорил, они коктейли Молотова закупают, вы верили мне? Сто пудов не верили, а вот оно все как и получилось. Я не буду это тушить, в пизду эти киоски, простите меня. Он уже все анимации прожал из Фортнайта, но он не может отсюда выбраться, сори, дружище. Нам нужен сейчас огнетушитель для того, чтобы полететь на нем в люк. И надо собрать камеру, которая осталась вот там на чердаке. Чуть уровень чая повысился, я не понимаю почему. Т, камера, она нам сейчас и пригодится. Никогда не догадаетесь, для чего нам сейчас понадобится камера. Нет, не снимать видео, Каркарыч застрял в стене 18+, на кое-что другое. Экранщик забыл, сейчас будет весело. Свет, камера. Бля, смена заканчивается, ну тогда завтра, сори. Нет, спасайся все, кто может. Каркарыч выбрался на свободу, самый страшный преступник. Вот бы он снова застрял, а? Но он опять застрял под лестницей, как и большинство игр на Юнити, все проходится при помощи багов. Извините, но это так. В общем, нам с вами нужно пролететь наверх. Ты что там, охуела, что ли? Шахта ебаная. Камеру нам принеси, мы к концовке летим. Почти. Почти. Все, мы на месте, и так, зачем же нужна камера? Та-та-та-там, для того, чтобы подглядывать за лампочками, это же так очевидно было. Вульф 1, подписчики, которые не догадались, ноль. Каркарыч до сих пор сидит в тюрьме, как же замечательно, когда этот негодяй все-таки оказался пойманным под самый конец. Ну что ж, на самом деле догадаться, что здесь нужно делать с первого раза практически невозможно. Этот привет сосет, слишком сложная игра для обычных пытливых умов, но делать, собственно, надо то, что мы уже делали, питаем генератор и уже с новыми лампочками пытаемся открыть новую дверь. Предлагаю, как бы, меня отправить в Оксфорд от лица Эбенграда, я там буду защищать наш прекрасный город, потому что очевидно, ну я сам догадался, как эту дверь открыть, ну вы знаете. Мы совсем близки к разгадке. Ну что, мировой рекорд, засекайте друзья по часам, тупо самое быстрое прохождение, я, конечно, не хочу хвастаться, но я был действительно достаточно быстр. Хочу передать привет своей семье, мама, папа, привет, друзья, тоже привет, эту победу я посвящаю вам. Я выиграл в детскую игру, ура! В чем же загадка этого проклятого парка? Кто стоял за всеми этими бунтами и беспорядками? Кто финансировал этих проклятых вандалов, шатающих лодку стабильности? Каркарыч? Зря вы так думали, он был лишь пешкой в этой игре королей. Миром правят сильнейшие, не попадайтесь на уловки. Вот и все, мы прошли игру про Карыча, надеюсь, вам понравилось, и под конец хочу рассказать важную информацию про канал. К сожалению, сейчас на ютубе происходит какая-то бесовщина, мой последний ролик был буквально выкинут из рекомендации уже на второй день, и, как оказалось, это не только у меня такая проблема, поэтому я вас очень прошу отныне включать колокольчик, ставить лайк, писать комментарии и вообще проявлять больше активности, чем раньше, потому что никто точно не скажет, повторится ли ситуация в будущем или нет. Только вместе мы можем этому хоть как-то противостоять, я на вас очень надеюсь, с меня видосы, с вас активность. Большое спасибо за просмотр, все ссылочки в описании, увидимся в следующих видео, ну и, как обычно, счастья вам! Субтитры сделал DimaTorzok